сейчас дожили до правды да ну чё вперед блять давайте посмотрим последний ролик чё там еще есть выпуске влад а4 ищет себе замену на youtube канал с чем это связано литвинга что он ленивый блять чё могу сказать так перший готовится к драке с маргештерном из-за чего они повздорили ооо давайте давайте пересекся с джастином бибером пёс чонгук да все похуй давай уже это приступай концентрация мировых за счет чёрт продолжать чё берите учебники и учиться 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 мне и погнали егор крит продолжает свое времяпрепровождение на фестивале куачелло где сейчас максимальная концентрация чё чё вы звезд иногда их можно а я видел где он стоит с бибером да 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 тусу не только на сцене а среди обычных зрителей о чем органы с фрэм тэмеру и разлетелся видос что-то не поделили пацаны ла намеритесь кота поклонника снимающего пару бибера и его супругу хейли рядом же прямо за их спинами стоял егор выискивал кого-то и стал а он не общался с нибудь просто рядом делали что стоит понят чтобы его запину на видео сняли поехали после сразу ушел заметь когда альбом закрывать ну да под конец в расти на в тот момент или нет неизвестно но а ситуация уже точно в курсе а я думал он там типа с бибером йо бро как у тебя дела нормально давно тебя не видел а он просто рядом постоял как с сапроки помните было я не знаю вы помните эту историю или нет а сапроки приезжал короче к нам в россию на клуб шоу данный давно в году восемнадцатом и короче и крит с ним постоял типа рядом ну может сфоткался еще чё-то короче и это самое и потом все начали форсить что асапроки с ним типа не хотел общаться чтобы ну фейк короче что типа сапроки сказал что он там какой-то ну п ворд короче но это фейк оказалось это пиздёж он так не говорил скорее он просто не знает вообще и крит короче реально тратил кучу времени чтобы доказать что он типа с ним общается типа он с переписки какие-то показывает прикольно да я реально с ним вообще я мы реально знак реально вот переписки были ну короче и сми что крит находился там в компании музыканта лэндона баркера и у него явно не было желание бегать за кем-то как оголделая фанатка хайп хаус недолго отходили от гонка печеньки с его продюсера заира и уже на следующий день договорились об очередном сборе из-за детей с ними не могла увидеться они щук поэтому димас пригласил весь старый состав в их дом на шашлыки именно старой как той же фроси и аслана на горизонте не наблюдалось они мило посетили пару часиков за душевными разговорами практически без телефона бля кто эти люди вообще вот он с телефона вот 2 вижу разъехались каждый по своим делам короче пофоткали встретились понятно интересно и на вечеринке днем ранее была максимально откровенно катя голышева гостей окружали кучу журналистов блиц опросе 1 и 15 лет вы че несете из которых она поучаствовала и раздевает мне вот это не надо блять и 5 лет были ты чё взрослые видео для личного архива уехать в караоке и чё роднулькина уроки есть момент ну вот дневник неси ща проверим потом караоке блять фильм для взрослых смотрю а снять все в разгул пошла у блять видео не котируем так про чисто домашнюю атмосферу почти два месяца придется ощущать блогеру и бизнесмену дмитрию портнягину более известному как трансформатор в тюрьму его какую домашнюю офисе и дома прошли обыски а после задержал и в тюрьму сразу близко привычную шабудина у следом статье неуплата налогов его подозревают сокрытие 124 миллионов рублей не выплачены в казну государства вчера состоялся суд обвините он его выплат одним жалились и не стали настаивать над отправкой в сизо требовали домашнего ареста что судья полностью удовлетворил в своем доме без интернета и контакта с другими фигурантами дела от зиме придется провести до 10 июня пока идет расследование он заранее спохватил все 124 миллиона неустойки а раньше платить не хотел налоги блять даже сука вы столько зарабатывайте носками просто платите налоги и все ну прям срок ему вряд ли дадут но штраф сверх всех денег заплатить точно придется еще 12 декабря звезда группы bts чонгук ушел в армию и несет в данный момент службу где-то на территории хорош фанаты стысковались по новостям о нем и настолько начали копать в недра соцсетей что нашли аккаунт в инстаграме который принадлежит песелю исполнителя доберману по кличке бам ее оригинальность подтвердили наличием большого количества нигде ранее не засвеченного контента страница быстро разлетелась по фан сообществом и за сутки профиль животного только вдумайтесь набрал 36 миллиона подписчиков а сейчас там уже больше четырех миллионов это он еще не делал никаких анонсов сами поклонники нашли и сами раскрутили чем уже в прошлом году свою инсту перестал вести и неожиданно удалил может когда вернется на гражданку он начнет радовать аудиторию хотя бы за аккаунт своего питомца блин я слюни полетели ебать я я короче ребят следующий клип кей-поп нахуй я бы серьезно я думаю ни для кого уже не дети дети я вот только что говорил что дети не надо меня смотреть смотрите смотрите блин да вы чё здесь девчо ли мальчишки конечно заходите ко мне в чатик блять пишите я блин сегодня мне приснилось давайте давайте блин ебать что акулич и молодой платон является парой и сейчас живут вместе их отношением больше полугода точно но поклонники как-то не особо их признают и прям мечтают чтобы они растут да там в короче да я видел некоторые тик токи странно просто скажу что странно я как улича реально хорошо так как улич я как улич ну короче как уличный бандит но я к ненормально отношусь на странные короче тик токи больше практически под любым совместным контентом или фанатской нарезкой появляются люди считающие что ребята не подходят друг другу если платон видит слушай да похуй чё не считают правильно я считаю что они ну вот ну вот ну придурки блять чё с этим будем делать прям как жизнерадостный несерьезный ребеночек которая постоянно шутят то вот они на оборот строят ура это странно себя видят блядно хоть убить он себя пиздец странно ведет у нее какая-то странная хуйня держать себя как статная леди и не любящая показывать чувства на публику не раз уже замечали что она как будто стесняется своего молодого человека когда он даже пытается ее обнять или поцеловать при всех но в то же время это вообще не значит что за камерами у них все плохо в личной жизни всегда другие взаимоотношения лучше не судя и похуй чё ты эту хуйню нам рассказываешь да поебать им картинкам что нам показываются да и они взрослые люди сами во всем разберутся спасибо большое здорово продолжился странноватый комп и оба а чё там у них одна и фрейм теймера подробности которого я рассказывал в прошлом выпуске октор же посчитал нужным запустить стрим и рассказать какую-то правду про саню но по итогу это все превратилось в рассуждение о принципах дружбы как можно себя вести и как не там чё только не было бро я итогом которого рэпер подвел четырьмя вопросами к бывшему другу где мои очки и почему-то вообще какое право имеешь продавать консультации отвечали саша ответ не мне своим фанатам детям которые побежали тебя защищать спустя пару часов таймер запустил ответный стрим это же из-за детям блять вот ненавижу ненавижу вот это блять сам дурацком у него тебя фанаты дети они побежали свою точку зрения где-то признал ошибки извинился за сказанное напоминаю да вот буквально года два нас до какой 3 3 года назад каждый школьник на гироскутере с колонка ездил у него из колонок и богатую бог денег много ебала коробка рассказывали пича где-то наоборот считая что алишер начал выносить слишком личное переворачивать слова и говорить о том что вообще не имеет там было ну держите да там держите боже не к ситуации а итогом стала финальная точка от саши в их дружбе который не хочет больше иметь с ним никакого дела вот эту татуировку вот эту татуировку я свожу я еду свожу эту татуировку на этом заканчивается все следить за ним как за до персонажа в интернете очень здорово но когда да коснетесь моргенштерна в личной дружбе или в личных каких-то взаимодействиях вот тогда вы поймете о чем я говорю я это говорил четыре года назад четыре года назад я это говорил вот тоже самое те же самые слова бро бро но но пацанчик накинул соусика чего могу сказать не казал все как есть подтверждение своих намерений сразу отправился сводить тату займет это несколько сеансов но начало уже положено на стриме моргену еще позвонил литвин которого он тоже успел зацепить кто не в курсе в начале карьеры миша когда ему было еще лет 18 он активно рекламировал капера в которой делали прогнозы на спорт обещали всем кучу денег но по итогу многие проигрывали поэтому это считают типичным развод и гни ок блогер ты готов по ебалу получить за эти слова нет и готовы на по ебалу получить в гт рп естественно алишер пытался предъявить за это но улитвина другой взгляд поэтому все дошло до того что они готовы при первой встрече прямо на улице подраться я признаю всегда свои ошибки но всегда это есть момент да вот здесь правда здесь не кэпит может не раскручивался такое слово крутой кэпить да блин почему я раньше не подхват то есть я знал ну вот кэпить блять ну вот вот людей на старте карьеры сейчас претензий нет сейчас ты двигаешься красиво но такое соусиком до соус соус и мне что это неправда и я согласен могу рассчитывать это как угроза состоялась премьера второго сезона папиных дочек санта пуля брода похуй боже ты что там рассказываешь бур а теле продолжились у букиных букиных чё там же направление а универа новая общага вышла блядь и лепых ситуация шатания блядь дополняет обязательно быть обаятельным активном артистичном возраст да похуй блять у меня все это есть блять и так и так блять бро вот это вот это в конце соусик короче соусика не дал блять вот это последнее в конце а так классно вот это хорошие новости были добрые а